24 февраля разделила жизнь не только украинцев на до и после. Как ножом по живому откликнулась начало войны в сердцах многих живущих в Эстонии. Чуть более 80 лет назад эстонцы были вынуждены бежать от оккупации, и так же, как и сегодня, лишь для того, чтобы спасти жизнь и дать надежды детям на нормальную жизнь. На сегодняшнем открытии выставки, которую теперь может посетить каждый таллинец, прозвучало довольно точное сравнение. С конца февраля Эстония напоминает муравейник, где все достаточно хаотично, но каждый делает свое маленькое, а порой даже и большое дело для бежавших от войны украинцев. Кто-то предложил начале, кто-то занялся работать с молодежью, кто-то стал помогать с эстонским языком, а кто-то и вовсе вызвался стать опорным лицом для детей в поиске кружков по интересам. Поэтому вместе с Национальным музеем Эстонии и возникла идея зафиксировать эти истории, где фигурируют не только наши украинские друзья, но и мы сами. В Сауэ, как и в других самоуправлениях, с появлением первых печальных новостей о бомбежках, мирных городов и потоке беженцев, решили, что хотят и могут помочь украинцам. Но как их найти? Закон о защите личных данных не позволяет делиться информацией о приехавших. Но Яника и ее единомышленники нашли выход. Мы решили, так сказать, шире открыть глаза. Пошли по магазинам и стали всматриваться в покупателей. После того, как мы нашли первых украинок, дело пошло быстрее. Информация о том, как мы помогаем, разошлась. Мы пригласили украинок и их детей на первую встречу, куда пришли 20 человек. Это было в марте и это было лишь начало. В открытых пабликах и социальных сетях нередко можно встретить слова благодарности от украинцев. Однако не все и не всегда проходит гладко по прибытии в нашу страну. Случаются проволочки с документами. Жилье в аренду дорогое, и найти его очень сложно. Многие фирмы готовы брать украинцев на работу со дня, но такие фирмы все равно нужно найти. Довольно удачный пример вынужденного переезда из Киева у Кирилла и его мамы. С ними можно познакомиться на столичном автобусном вокзале, где они встречают новоприбывших и могут ответить на многие вопросы, связанные с жизнью в Эстонии. Кирилл собирается учиться в местной магистратуре, а мама, как и большинство украинцев, хочет быстрее вернуться домой. Но работы в строительной фирме, где она работала до войны, пока нет. Мы сюда изначально с мамой вместе приехали, потому что нас сюда звали друзья. У нас до этого были люди, с которыми мы общались из Эстонии. Они нам очень помогли. Они нас сюда звали еще с начала войны, говорили, что приезжайте сюда, здесь спокойно, тихо. Когда мы уже были здесь в Эстонии, мы встретили довольно много приятных людей, которые тоже очень тепло относятся и к Украине, к украинцам, к нам лично. Трагические события в Украине расширили наш кругозор и привели к пониманию, что в подобном положении может оказаться любой из нас, вне зависимости от национальности, родного языка и страны проживания. Помогая другим, мы подсознательно надеемся, что если мы, не дай бог, окажемся в беде, нам тоже помогут. Именно поэтому многие жители Эстонии открыли свои дома и сердца нуждающимся. Таких историй тысячи, а некоторых из них теперь можно узнать на выставке у Балтийского вокзала. Илья Бань, Уллар Луб, Виталий Савинский, Новости Таллина.